Какая женщина никогда не будет возбуждать своего мужчину? Вот сегодня будем с вами об этом говорить. И это видео очень полезно для тех девушек, которые сейчас находятся в отношениях, возможно отношения только начинаются. Посмотрите его до конца. Если хотя бы один из этих пунктов присутствует в ваших отношениях с мужчиной, будьте готовы к тому, что рано или поздно он перестанет интересоваться вами в сексуальном плане, начнет заглядываться на других женщин и не просто заглядываться, а еще и заниматься с ними сексом. Поэтому давайте будем внимательными и обязательным образом не будем совершать вот этих ошибок, о которых я сейчас буду говорить. Итак, самая первая ошибка, которую совершает женщина в отношениях с мужчиной, что влияет на его сексуальное желание, это окружить мужчину материнской любовью и заботой. То есть взращивать в мужчине вот такие сюси-пуси состояния. Она ему, ты мой хороший, ты мой маленький, ты мой малыш, а кто это проснулся у нас, кто это глазки открыл, ты, боже мой. Это безусловно, а я таких, знаете, сколько видел пар. Я могу вспомнить даже одну такую историю, когда вот два человека, мужчина и женщина, значит, приезжает жена с работы, а он уже до такой степени привык, что она к нему относится как к ребенку маленькому, и он, значит, выходит на кухню. И ему по барабану было, что там другие люди рядом находятся, и говорит ей, Таня, мифа куфать хочет. Я, конечно, не знаю, может быть, у них такие игры ролевые, и она заводится от того, что он таким голосом с ней общается. Но шутки шутками, кроме того, что интонационно, смысловая нагрузка, вот то, как вы выстраиваете конструкцию предложения, это одна часть. А если мы говорим, например, про ситуации, в которых женщина действительно вместо того, чтобы быть в контакте с мужчиной через сексуальную энергию, через женскую энергию, выходит через энергию материнства, то есть она его окружает заботой мамочки, взращивает в нем беспомощность, это приведет к тому, что он просто утратит интерес к ней. Почему? Ну, мама, она не может возбуждать. Мама не является партнером для сексуальной близости. Мама – это мама. И, к большому сожалению, очень многие женщины даже не подозревают, что у них в наибольшей степени активна вот эта часть психики родительско-материнская. Они с этой позиции заходят в отношения. А она же подразумевает, что и наставление, и поучение, где-то нравоучение, замечание и не только. То есть такая женщина, мамочка, она возвышается над мужчиной. Она может его наказывать, она может его отчитывать, она может его критиковать. То есть это поведение типичной мамаши, которая рано или поздно просто выжгет сексуальный контакт и сексуальную заинтересованность мужчины. Поэтому ваша задача, безусловно, как минимум продиагностировать себя и узнать, а действительно ли я в отношениях со своим мужчиной в большей степени мама, нежели женщина. Если вы, кстати, хотите это сделать абсолютно бесплатно, у меня на программе «Удобно или уникально» есть отдельный вебинар, где я рассказываю про эго-состояние и показываю схематично, каким образом женщина в позиции мамочки перестает быть интересным мужчине и не просто в сексуальном плане, а взращивает в нем поведение такого морального инвалида, бездействие, абсолютную нерешительность и беспомощность. Поэтому, если вы не хотите попадать в такие отношения, под этим видео есть ссылочка, можете сразу после просмотра этого ролика перейти по ней и зарегистрироваться из любой точки мира. Следующая ошибка и следующий тип женщины, которая перестает постепенно возбуждать мужчину, это женщина-жертва. Это женщина, которая страдает на глазах у своего мужчины от его поведения, от жизненных событий, от каких-то обстоятельств. То есть она транслирует один сплошной негатив. Еще раз повторюсь, есть женщины-жертвы, которые страдают от поведения мужчины. Он там ее унижает, оскорбляет, изменяет, бьет, толкает, не заботится о ней, грубит, материт. Это одна ситуация. Либо есть категория женщин, которые в принципе по жизни жертвы, и они всем недовольны. Работа не такая, погода не такая, страна не такая, депутаты не такие, муж не такой. Она вечно жалуется, ноет, ноет и ноет. Рядом с женщиной-жертвой у мужчины, естественно, будут возникать совершенно двойственные состояния. Если это абьюзер-агрессор, он будет удовлетворять свою потребность в контакте с ней исключительно через насилие какое-либо, от эмоционального до физического. Если этот мужчина не является абьюзером, а сама жертва, сама женщина любит нагнетать обстановку, то мужчина будет воспринимать ее как источник стресса и тоже с ней не будет никогда сближаться, и тем более для него сексуальная близость будет совершенно не потребна. Более того, женщина-жертва не способна делиться с мужчиной сексуальной энергией. У нее ее нет. То, что она сбрасывает с себя за 3 секунды нижнее белье, ее, например, это не показатель того, что у нее есть сексуальная энергия. Она у нее по определению не может быть, потому что жертва – это постоянный повышенный уровень гормонов стресса. Это масса блоков в теле, это масса убеждений, блоков в ее сознании. Там и с психикой проблемы, и с телом в том числе. Поэтому мужчина будет избегать с ней близости и не будет заинтересован в том, чтобы ложиться с ней в постель. Еще раз повторюсь, что позиция жертвы, она вообще очень опасна. Опасна с точки зрения не столько даже разрушения психики, сколько со стороны формирования и развития тех же болячек психосоматических, в том числе хронических и даже смертельных. Об этом я, между прочим, тоже рассказываю у себя на программе «Удобно» или «Уникально». Следующая ошибка, следующий тип женщин, который перестает возбуждать мужчину. Она в чем-то похожа с материнской энергией, с мамочкой такой. Это женщины-спасательницы. Женщины, которые спасают своих мужчин, решают их проблемы, обеспечивают их, кормят их, покупают им сигареты, заправляют им машины, возят их на отдых за свой счет. То есть, позволяют мужчине быть самым настоящим раздолбаем. И здесь причина даже не в том, что такой мужчина потеряет интерес к женщине. Это тоже возможно. Он, утратив вот это состояние воина, захватчика, добытчика, лидера, безусловно, может пострадать и его либидо. Я не говорю, что это у всех. Знаете, есть такие безработные мужики, им только подавай пиво и потрахаться, а она ходит на работу целыми днями и пашет. Поэтому задайте себе вопрос, являюсь ли я спасателем в отношениях с мужчиной, тяну ли я на себе лямку, пытаюсь ли я быть главой семьи, обеспечиваю ли я своего мужчину, решаю ли его вопросы и так далее, и так далее. Женщины-спасатели очень часто становятся женщинами-жертвами, потому что они тянут, тянут, тянут на себе мужика. Тот в какой-то момент оперился, пришел в себя и бросает ее. До свидания, всего доброго, дорогая, пока. Если вы не хотите в такой ситуации оказаться, задумайтесь, пожалуйста. Четвертый тип женщин. Это такие золушки, домохозяюшки, которые уверены в том, что мужчина всегда будет ее хотеть, если будет приходить домой и обнаруживает на столе пирожочки с яичком и зеленью, какую-нибудь домашнюю колбасочку, борщики, салатики. И вот этот замыленный взгляд, когда ты приходишь домой и видишь только хозяйку, он, безусловно, очень действует на мужчину, и у него пропадает желание даже домой приходить. Я вам приведу элементарный пример. Вот, допустим, летний период, летний сезон. Мужчина ходит по улице, кругом полуголые женщины, полураздетые, реклама висит, это мониторы, огромные экраны, там полуголые женщины, везде одни полуголые женщины. Естественно, у мужчины развит визуальный аппарат, хотим мы этого или нет, он же не ходит, вот так, нет, не буду смотреть. Он обратит внимание на женщину. Естественным образом, если она является раздражителем сексуальным для него, ему она понравится, и у него и будет четкий импринтинг, такое запечатление того, что такое сексуальная привлекательность. Тут он приходит домой, там его любимая, в какой-то уже привычной для него одежде, неухоженная, и вся она в хозяйстве, вся она в работе. И он приходит, у нее нет дела до своего мужика, она бежит там готовить на неделю вперед, а тут у нее стирка, уборка, и она вот показывает, какая она пятьдельная. И не нужна такая женщина мужчине. Он будет переходить, возможно, домой, ну, потрахивать кого-то на стороне. Никакой яркости, никакого интереса, никакого раздражения сексуального вот такой домохозяюшки он не увидит. И еще очень важный момент. По какой причине женщины уходят в такое состояние, когда бессознательно начинают скрываться от близких отношений в домохозяйстве, в детях, например, уже распространенное явление. Появляются дети, мужика, нафиг с пляжа и до свидания. И вот я об этом очень подробно рассказываю на программе «Удобно или уникально». Ссылка у меня находится в описании под этим видео. Переходите по ней, регистрируйтесь из любой точки мира и принимайте участие абсолютно бесплатно. Ну и, конечно же, еще один тип женщин, которые никогда, вернее, которые, скорее всего, утратят сексуальную близость с мужчиной, и у мужчины пропадет интерес. Это женщины, которые живут в угоднической позиции по отношению к мужчине, то есть угождают ему во всем, потакают ему во всем. Угодничество подразумевает отказ от собственных ценностей, интересов, увлечений от своего мнения, мыслей. И действий, поступков и так далее. То есть первичным является удовлетворение мужчины. Со временем женщина, у которой нет своего мнения, нет своей позиции, становится неинтересной мужчине. Она не раздражает его сознание. Еще раз повторюсь, мужчина — это, по сути, свой такой достигатор, который постоянно ставит перед собой какую-то цель. А когда ты видишь рядом с собой женщину, с которой не нужно включать вот этого достиженца, ее не нужно узнавать, не считаться с ней и не уважать ее. Мы сталкиваемся с какими ситуациями? Она просто переследует быть интересной. Женщина-угодница еще ни одна не сохранила близкие отношения со своим мужчиной. Еще ни у кого не получилось. Поэтому возьмите это, пожалуйста, на заметку и постарайтесь вот эту позицию угодничества вычеркнуть из отношений с мужчиной. Многие из вас этого боятся сделать. Почему? Если я перестану угождать мужчине, он изменять будет, он уйдет к другой. Какая разница? А вы будете угождать, он тоже будет изменять и тоже уйдет к другой. Но вероятность того, что если вы будете в своей позиции, в своих ценностях, интересах, вероятность того, что он свалит от вас, намного ниже, нежели вероятность того, что он уйдет, если вы будете угождать ему постоянно. То есть здесь очень важно не обманывать себя и не пытаться рисовать какие-то замки и думать, что вы сможете обмануть устройство мужчины и собственное устройство. Еще никто не обманул и ни у кого этого не получилось. Поэтому сделайте для себя простые выводы. Если вы не справляетесь с ситуацией самостоятельно, у вас есть возможность это сделать на моей бесплатной программе. Еще раз напоминаю, ссылка находится в описании под этим видео.